Продолжение следует... Динамовцы выиграли у своих соперников без всяких шансов со счетом 3-0, имея очевидное преимущество во многих компонентах. И, кстати, после этой встречи говорилось о том, что в подаче, прежде всего, Динамо оказалось сильней. Подлесных, Власов, Панков, Семышев, Соколов или Хашарсов вышли тогда. Ну и практически провели матч. Была стартовая шестерка именно такова. Но сегодня могут быть изменения. Просто по той простой причине, что возвращается в состав Сэм Де Ру. Вместо него играл в заявке, взаимал легионерскую вакансию Лаури Керменен до этого. Но вот теперь Фина отзаявили, финского Либера. И бельгийский доигровщик снова в составе. Узнаем, будет ли он на площадке с первых розыгрышей или, может быть, потом появится в качестве Джокера Туза в кармане. Ну или, если хотите, кирпича за пазухой. Простите мне уж такое сравнение. Но, впрочем, почему нет? В этом есть уважение. Потому что бить крепко соперника – это и есть задача любого волейболиста, играющего в нападении. Ну вот пока тут темнота. Мы видим с вами только лишь некоторых ярких действующих лиц предстоящей пьесы. Представление «Динамской шестерки» Ярослав Подлесных. Под номером один будет играть Илья Власов второй. Семышев восемнадцатый. Под одиннадцатым будет играть Павел Панков, связующий. Лихошерстов, двадцать четвертый номер. Но, впрочем, разбираться будем несколько позже все-таки. Вот «Динамский» состав. Нет, дыру нет. Подлесных, Соколов, Лихошерстов, Семышев, Панков и Власов. Либера, Баранов. И, соответственно, «Локомотив». Савин, Лызик, Абаев, Лубурич, Ивович и Ильяс Куркаев. Роман Мартынюк в качестве «Либера». Ну и Пламен Константинов. Еще один возвращенец. То есть у «Динамо» Деру теперь может играть. А Пламен Константинов вернулся. И, в общем, соответственно, своему имени должен все-таки зажечь свою команду. Потому что чемпионы России, а действующими чемпионами страны являются новосибирские волейболисты. И, как вы прекрасно помните, от плей-офф пришлось отказаться. И вот на тот момент утвердили результаты. А лидировал как раз «Локомотив». Тем не менее, нужно лидировать было для того, чтобы получить титул. И «Локомотив» этот самый титул получил. А пока так называемое «ралли», то есть длительный розыгрыш. Мяч несколько раз переходит с одной стороны площадки на другую. И в пользу «Локомотива» заканчивается. Блистательно сыграл Павел Панков. Ну а здесь Соколов футбольчик. Вознамерился поиграть, но не дотянулся до мяча. Можно в волейболе. И это только сделало игру более остро и интересной. С моей точки зрения, впрочем, давно уже действует это правило. Любой частью тела мяч можно отбивать. Ведь когда-то, много-много лет назад, только сверху можно было принимать подачи. Пока же болгарский диагональный набирает первые свои очки в этом матче. Счет ничейный 1-1. Вадим Лихошертов подает, центрально блокирующий. Успевает подстраховать Соколов. И здесь удар по рукам блокирующих, который приносит «Динамо» второе очко. Обратите внимание, что центральный пасовал в этой ситуации. Но так и вышло просто по эпизоду. Другого варианта не было у «Динамо». Каждый должен уметь исполнять ту или иную роль на площадке. Специалисты говорили, что очень многое в том самом матче чемпионата решалось на подаче. Вот от этой самой подачи и та, и другая команда и играли. Луборич. Ну, есть два варианта. В диагонали у новосибирского локомотива. Павел Круглов, опытнейший и мощнейший нападающий, тоже может выйти в любой момент. Отличный пайп. С этой точки особенно интересно на него было посмотреть. Обычно-то мы сбоку наблюдаем за эпизодами. Все отлично. Власов не сбросил немножко руки вправо. Хотя, если бы он это сделал, возможно, удар пошел бы и, что называется, вразрез между руками блокирующих. Соколов отправляется подавать. Болгарская пушка московского «Динамо». Но выстрел на этот раз получился и с не холостым, то не точно. Согласитесь, несколько мешает музыкальное сопровождение. Все-таки во время розыгрыша надо его выключать. Но это такой совет, может быть, на будущее организатору. Организатором. Соколов. Блок останавливает его атаку. Потрясно. Причем, обратите внимание, не сразу приноровился он к мячу. На разбеге вынужден был сделать паузу, тормознуть немножко, что сделал более сложным удар. Видите, вот толкался фактически с места на тройном блоке. Правда, довольно много ему оставили. В линии, что называется, между антенной и руками крайнего блокирующих. Блокирующий воспользовался как раз Ярослав этой ситуацией. Подача, с которой справляются новосибирцы. И опять пай. Савин игрок очень опытный, очень грамотный. Свои шансы использует. Бабахнул мимо двойного блока. Спокойно совершенно. Цветан Соколов там ничего не смог сделать. Дмитрий Лызик, центральный блокирующий, очень интересный волейболист. Очков много своей команде. Чтенько приносит доигровка будет у Новосибирска. Доигровка успешная. Динамо. Динамо пока немного блоком ловит. Хотя, конечно, прогресс Ильи Власова в этом компоненте очевиден. Но вот уже несколько раз обыграли двойку динамскую нападающие новосибирского клуба. 6-4. Небольшое преимущество удалось добыть в дебюте первой партии. Площадки мяч. И это крайне важно. Эйс. Еще так заводят. Видите себя? Игроки. Как раз Лызик и принес своей команде очко с подачи. Для центрального это, в общем, нечастое явление. Обычно большие не так здорово подают. Но тут мощнейшая, конечно, подача против. Отвечает первым темпом. Панков находит Илью Власова. Красиво затянулся. И даже не успели подняться. Ну так, для порядка выпрыгнули. В волейболе всегда нужно до последнего бросаться за мячом. Даже если ты знаешь, что не успеешь. А вот теперь посмотрим, как Ласов подает. Тоже любопытно. Да, силовая действительно. Правда, с ней справляются. И тут атаки-то нет фактически. Тем не менее, Динамо шанс свой не использует. А надо. Где-то ведь брейковые мячи уже надо искать. Динамовцы. Куркаев не рискнул на силу играть. А в итоге... В итоге подстраховать было некому. Семышев вроде бы там стоял. Успел он, да. Но неудобно для полноценной атаки. Абайов ошибается на подаче. Это Константин Брянский. Я, по-моему, динамовского тренера не представил еще. И тут же его визави. Центральные подавали, теперь пасующие. Отлично. И здорово. Здорово играет сам Панков. Правда, выключая себя из привычной ситуации, не ему пришлось сделать передачу. Вот еще одна попытка. Теперь же Панков пасует. Было ли касание? Действительно, оно было. Никто не спорит. Соколов. Это его работа. Трудные мячи. И не быстрые атаки, а вот такие, когда блокирующие точно знают, куда идет передача. И вот отвечает диагональный за такие ситуации очень часто. Площадки мяч после удара Явовича. Незаметный вроде бы герой, но очень полезен в приеме этот волейболист. И когда нужно, его атаки сыграет хорошо. И по рукам, и в площадку, а там и не было никого. Может быть, не очень сильный удар. По крайней мере, смягченный блоком. Маркой подавать будет. Зарабатывает очко. Доводя преимущество Локомотива до трех. Мячей не будет, скорее всего, тайм-аута, пока Сирия не затянулась. И нужно поберечь возможность прервать игру. Пошли вдвоем принимающие и Либера на мяч. А это, как правило, ведет к тому, что ни тот, ни другой толком не может сыграть. Помешали друг другу, проще говоря. Это было просто здорово. Хотя мяч-то в ауте, к сожалению. Но атака-то хороша. Еще раз бы нам показали. С удовольствием я посмотрю на это. Да и вот тут-то как раз и берет тайм-аут, судя по всему, Константин Борянский. А нет, будет челлендж. Не тайм-аут, а челлендж. Попал ли в площадку? Площадка не попал. Вопрос, было ли касание. Давайте еще раз смотреть. Нет, и касание тоже не было. Причина паузы не совсем понятна в этом свете. По-моему, очевидный абсолютный эпизод. Посмотрим, какое решение примут Ау. То есть на попадание в площадку запрос был сделан. Ну и, соответственно, челлендж у Динамо сгорел. Плюс четыре. Известна истина, что при спарринных, сдвоенных матчах очень трудно выиграть оба. И вот так получилось, что в первом победе досталось Динамо, а тут второй. И пришел, что он как раз на полуфинал кухни. Панков намеренно задействовал снова Антона Семышева, дав ему возможность на одном блоке, ну, просто получить удовольствие от волейбола. Но, тем не менее, Динамо нужны брейки. Семышев не попадает в площадку. Хорошо все начиналось на подаче. И ИС, по-моему, был. И была ситуация, когда не сумели принять новосибирцы. А вот теперь что-то такое разладилось. Илья Скуркаев, центральный новосибирской команды. С приемом были проблемы. Допанковый мяч не довели. Подлесных вынужден был... Вынужден был атаковать откуда-то из-за антенны. И даже атакой это не назовешь, потому что там даже шансов ударить не было никаких. Сначала прием, сначала прием. Эй, парни, давай, давай. Конечно, сначала прием. Подхрамывает немножко он у динамовцев. Отсюда и проблемы. Причем, я бы не сказал, что вызвано это какими-то зубодробительными подачами Новосибирска. Все вроде бы в штатном режиме. Но понятно, что мы с вами, если встанем на площадку, просто даже мяч этот не увидим, как он мимо нас просвистит. А вот профессиональные волейболисты должны такие принимать. Причем принимать, доводя до связующего. В данном случае Панков имеется в виду. И ведь Куркаев, кстати, подавал не на силу. Лайнер был. В том же направлении. Опять на подлесных. Соколов. Толком Дмитрий Лызик не успел пристроиться. И как раз вот в то пространство, которое, по идее, он должен был закрыть, если бы успел. Соколову нанес удар. Все, конечно, видит Светон. Один из лучших европейских нападающих. Мяч задел сетку после подачи Лихошерстова. Но мощнейший, конечно, удар отражено Лубурича. Ведь знаем мы, что есть еще Павел Круглов. Если что-то у Лубурича не будет получаться, либо же, если к нему приноровятся блокирующие Динамо, то, может, Круглов тоже выйти со своей стороны. Так не раз было усилить игру. Подлесных не попадает. Но вроде все уже Банков сделал. Что до этого для Семышева, что сейчас для Подлесных. Там чуть не чистая сетка, смотрите. Обманули. Там не успевал Абаев. Только попади в площадку. Чуть ли не треть он и была открыта. Но, тем не менее, Подлесных немножко спасовал. Плюс шесть. На тройном блоке цепляют Ивович. Соответственно, играет в защите. Ну, а что здесь? А здесь от блока отыгрывается Дражан Лубурич. Обосновался он в первом номере. Толкается, соответственно, из-за трехметровой линии. Но, нисколько это ему не мешает. Столь же сильные и мощные атаки. Вы слишком уж прижимаете к линиям. Поувереннее можно туда-сюда. Достаем, достаем. Достаем. Так что, такая, некоторая неэмоциональность и потерянность, о которой не я говорю, а о которой после матча чемпионата говорили представители Динамо и тренерские штабы, игроки. Вот все это испарилось. Огонь бушует буквально. И в волейболе, и в глазах, во всем. Здорово играет Локомотив. Переходящий. Будет доигровка. Плюс там будет еще первый этап. Лызик. Лызик себя заводит. Он ключиком. Спору нет. Конечно, отдолбился, отдуплился он, как говорил Сава Игнатьевич из известного фильма «Знай наших». Но прям такая реакция огненная. Хотя эмоции, эмоции нужны команде. Только что мы об этом и говорили. Не думаю, что у Плавина Константинова какие-то претензии к своей команде есть. Хотя все равно он волнуется, суть по глазам, сверкающим над маской. Соколов. Но вот, пожалуй, единственное, у кого проблем в атаке почти нет, скажем так. Потому что безоблачность здесь никогда на профессиональном уровне не встречается. И Иович, конечно, не смог ничего с этим мячом делать. Соколов прошел поверх рук блокирующих. Но, тем не менее, минус 7. Нужна подача. Цвета на тебя смотрит команда и болельщики московского «Динамо». Раздается разочарованное. Эх, не попал Соколов в площадку. Погоня отложена хотя бы на один розыгрыш. Сергей Савин на подаче. Для Новосибирска сейчас время риска на подаче. Можно поэкспериментировать. Разница в счете за себя говорит. Можно, конечно, соперника и прибить, еще увеличив интенсивность и мощь подачи. Но главное – это съем. И вот мы сейчас будем как раз за этим следить. Иович вроде не самый высокий. А тем не менее, мощнейший удар. И блок обыграл. На одиночном и в линию. Вот смотрите, ровно в той же ситуации был, как до этого Ярослав Подлесных. Даже, может, она посложнее была у Марка. Тем не менее, исполнил все четко, без ошибок. Но очень тяжело было, конечно, сейчас Илье Власову. Всю высоту, на которую был способен, выбрал, вытянулся в струнку. Но Илья Скоркай все-таки руки успел поставить. Подача нужна, подачи нет. Нечем компенсировать. У Ивовича всего 194. Но в обычной жизни таких людей, может быть, иногда называют верзилами. Но для волейбольной команды не самый высокий рост. Вообще игра высоких и координированных красивых людей. Опять Семышев не попадает. Накатом бил в угол, рассчитывая там где-то найти свободное пространство. Но не попал в площадку. 21-12. Зеркальный счет на табло. И с большой долей вероятностью, конечно, Локомотиву удастся оставить эту партию за собой. И вот как раз те самые эксперименты, о которых я говорил. Настроились на съем, прежде всего, новосибирские игроки. Подача сейчас не так важна, как для «Динамо». Вот сравнение такое я себе позволю. Ну вот, не поздновато ли. Банков заставляет ошибиться принимающих. Савин не смог грамотно и точно подставить руки. И тут как раз вот надо с подачи «Динамо» взбить, что Пламен Константиновый делает. Там пять розыгрышей осталось. Пять, четыре очка. Поэтому надо остановить Панкова, у которого, может быть, полетело. А тайм-аут в этом смысле большая помощь. На всякий случай. Ну, куда он залит, что ли? Не ходите вперед, пятый зон. Да-да, это Дмитрий Лызик. Его фантастические эмоции. Куда скромнее у Панкова, согласитесь. Так, сжатый кулак и всего-то. А там просто вот розыгрыш жизни Дмитрия. В площадке мяч. Даже сетка не помешала. Диагональный, видите, Луборич отошел. Он в приеме не участвует. А у принимающих сомнения были по поводу того, попадет мяч в спорт или же нет. Еще одно очко. Три подряд уже. Еще один тайм-аут. Представляете? Или не будет? Нет, не будет. Ну, может быть, Константинов уже брал. Я, честно говоря, не припомню. Вот, смотрите. Четыре очка подряд Динамо набирает. Одно в атаке. А еще три исключительно на подаче Павла Панкова. 21-16. Уже так чуть-чуть нервно. Под сводами Сибура арена. АПЛОДИСМЕНТЫ И все равно с четвертого метра пасы на тройном блоке. Луборич вынужден был атаковать. Ивович. Вот так вот. Может быть, самый важный мяч в этом сете. Пока так будем говорить. Причем очень сложный он был. Толкался едва ли не с одной ноги. И бил в притирку с антенной. Браво, Марко! Бронзовый призер чемпионата Европы, кстати говоря. Победитель мировой лиги. Чемпион Европы. В составе сборной Сербии, понятное дело. Даже такой удар Соколова удалось поднять. На тройном блоке. Вот это прекрасно. Целым спектром ударов владеет диагональный Динамо. И на тройном блоке. Кисть разворачивает. И вроде бы Мартынюк перекрыл. Это вот возможность. Сам себя корит, понятное дело. Четыре по четыре, как говорят волейболисты. Из четвертой зоны по четвертый соперник. Тоже неплохо. Борьба еще продолжается в сете. А что здесь? А здесь терпения не хватило. Надо было оставить мяч на своей стороне. И разыграть его до верного. Если посмотрим, будет возможность убедиться в этом. Вот зачем? Первый темп. Вадим Лихошерстов. Ну еще какой-то запас у Динамо остался. Нужна подача. И здесь даже проверенные опытные бойцы. Абаев с Ивовичем ничего не смогли сделать. На сетболы Лихошерстов выводит новосибирский локомотив. Их будет шесть. Савин пока отдыхает. Луборич будет подавать. Удалось. Кстати, не упомянул я о появлении бельгийского доигровщика Сэма Деру. Вот как раз он сейчас и тройной блок обыграл. Как попал-то. Сначала чуть-чуть в трос. Потом мяч соскользнул с него. И туда между руками блокирующих и сеткой. Ну, закончилось все достаточно быстро. Насколько я понимаю, Лызик, сейчас я ожидал у него увидеть эмоции такие. еще раз. Устанее. Субтитры сделал DimaTorzok Но в данном случае, конечно, челлендж можно использовать и нужно, потому что не переходит он во вторую партию, не экономится, а раз так, то ничего плохого для команды не будет, даже если он сгорит Но я, кстати говоря, напомню вам забавную ситуацию Казанский Зенит, который сегодня, как я уже сказал, в матче с Питерским тоже вступает в финальную стадию борьбы за Кубок Лишился своего доигровщика Эрвина Нгапета, который без объяснений пропал, улетел во Францию, по некоторым данным Но вот потом удалось все-таки его вернуть И готовится он к матчу в составе своей команды Такая вот любопытная ситуация А что до судейства, первый сет закончен все-таки со счетом 25-19 Так вот здесь выступил с критикой в адрес арбитров Пламен Константинов После вот того самого матча, о котором я уже неоднократно говорил Сказав, что если вот так вот помогать хозяевам, то им только это будет во вред Открытые мячи, как он выразился Так что были вопросы к арбитрам у болгарского наставника Впрочем, если твоя команда проигрывает со счетом 0-3 по сетам То, думаешь, не только в судействии дела В любом случае, какие-то проблемы у команды тоже в данный конкретный момент есть Ну, может быть, мы сейчас увидим видеонарезку самых интересных моментов В первой партии хотелось бы посмотреть на статистику За счет чего же такое преимущество новосибирской команды было достигнуто Вот по ощущению, ну, во-первых, Динамо удалось лишить качественного приема И из-за этого начала прихрамывать атака Не слишком, скажу, убедительно, но, может быть, не так, как обычно Выглядели доигровщики То есть я имею в виду и Семышева, и Подлесных Потом Деру появился, как видите Ну, потому что у Семышева игра не очень пошла Соколов в порядке был в полном На трудных мячах не давал сопернику расслабиться Забивал Думаю, что с хорошим процентом Хотя довольно сложно мне это проверить Не имея перед глазами ведомости этой встречи Ну, и вот в результате выпадения некоторых позиций Приема, прежде всего, за которые тоже ведь доигровщики, помимо Либера, отвечают Вот это и привело к тому, что атака захромала у Динамо Компенсировать это с сильной подачей, в общем-то, не удалось Была хорошая серия в концовке у Панкова До этого был эйс До этого было несколько неплохих подач В принципе, для партии достаточно Но все равно Повторюсь, что закрыть вот эту брешь Динамо подачи не удалось Соперники Выиграли за счет того, что они Показали более сбалансированный волейбол То есть почти каждый стабильно в атаке с хорошим процентом В защите много мячей было спасено Ну и, конечно, разочаровывали нападающие локомотива Своих визави тем, что выбирались и, казалось бы Сейчас начинается вторая Чем хорош волейбол? Тем, что каждый сет — это своя особая история У него своя драматургия, у него свои повороты сюжета Поэтому можно забыть абстрагироваться от этого неудачного результата Я в данном случае о московском Динамо говорю Но для начала нужно не абстрагироваться от подачи Марка Ивовича Который абстрагировался от нее сам, попал в сетку Может быть, время экспериментов еще все никак не закончится На подаче, которая в конце партии наступила для новосибирской команды Лихошерстов подает Не рискует, заметьте Даже сверху смогли принять новосибирцы А здесь мяч в ауте Вот те ошибки, которые допускали доигровщики Динамо Сейчас отразились на Сергея Савини Он не попал ударом по линии Это вообще довольно сложный технический эпизод И четко им владеют с хорошим процентом, конечно же, не все Но Савин, я повторюсь, классный и опытный волейболист Не получилось с толком атакой первым темпом И опять И опять Удар со второй линии Давайте смотреть Ну, насколько я понимаю, можно было передачу сделать А вот другое решение Динамовский волейболист принял Вот тут же подача, которую Ярослав Подлесник не смог принять Илья Скуркаев Обратите внимание Вот отсюда это Очень хорошо видно Как мяч еще называется рыскал То есть летел не прямо, не строго А вот по некой траектории такой Синусоиде И поймать его очень было сложно Но счет-то 3-2 в пользу Динамо Куркаев идет отдыхать Уступая вместо Либера А у Иовича, кстати говоря, 3 дня назад был день рождения С чем мы его и поздравляем Надеюсь, что от вашего имени я могу это сделать Шанс на доигровку у Динамо Соколова закрыли У Лизика еще один повод для А что там случилось? Эмоциональный обмен репликами Нам показывают Дмитрия Коллеги в расчете на Те самые эмоции А пока что Что-то там не поделили у сетки Влейбол мирная игра на самом деле Но мы знаем отдельных персонажей Которые любят высказаться и в адрес соперников Лубурич подает 4-3, локомотив впереди Подлесных уже давно выбрали в качестве цели для подачи И опять, видишь, мяч ушел несколько в сторону И не в той точке пространства подставил руки Ярослав Подлесных Очень сложная подача, конечно Да, Ювич, конечно, просто потрясающе сыграл Даже несмотря на то, что не удалось мяч в игре оставить Но смотрите, какой рывок И здесь борьба за каждый мяч Подлесных Шеф дает нам возможность реабилитироваться Отменный прием Первый темп Лызик Без комментариев Через Панкову прошел Не скажу на тройном На двух с половином блоке Повезло Савину В теннисе за такие вещи принято извиняться Но это игра джентльменов Здесь ситуация другая Повезло, значит повезло Мяч перевалился через сетку Отвесно упал Чуть ли не на линию Значит так Распорядилась судьба Еще одно очко 7-4 Локомотив Ничего не изменилось Почти ничего В сравнении с первой партией Ведь обратите внимание Сэм Деру атаковал Даже не бил Сбрасывал Вот такой силовой был сброс В его исполнении На одиночном блоке Тем не менее Был закрыт Но ты уж или Тогда Если ты предпочитаешь Точность Сили Тогда уж эту точность И покажи Хотя бы оставь мяч в игре Но вот так вот Ни то и ни другое И Лызик царствует Конечно на блоке Три очка подряд Набирает Локомотив А за Динамо тревожно Разумеется тем Кто болеет за этот клуб Что ж такое Третий раз подряд Грызет мяч трос И всякий раз Переваливается На ту сторону Без атаки Опять оставляет Динамовцев Сергей Савин Отменная серия Пять очков подряд Ну понятно Здесь Соколов успел В дыру Все что мог Решил сделать Но кстати Даже ладонью По мячу не попал На повторе Это хорошо видно Он с запястьем сыграл Может от этого Мяч в сетку И врезался Вот к счастью Динамо удалось сняться Через ошибку Савина Но плюс четыре То осталось Причем еще На подаче Белых-голубых И поэтому Все пять очков Может быть В потенциале Локомотив Будет выигрывать Кстати говоря Динамо-то в чемпионате Идет лучше всех Одно поражение Только в десяти матчах Потенциально На первом месте Просто меньше сыграно Чем у Зенита Который Возглавляет таблицу Как говорят В футболе Попотеряно И все четко Ивович Нет блока Пока у Динамо Цепляют еще иногда Смягчают удары А вот чтобы Пару раз Посеять неуверенность Соперника Такого не наблюдается Лыдик хорошо подавал В первую партию Извините Сгладил Новосибирск Меня ругает Конечно Сейчас Ну Для равновесия Панков тоже здорово Подавал В концовке Первого сета Больше ничего Не скажу Площадки Мяч А нет Может быть и не в площадке Но судья показал Что Было касание Рук блокирующих Динамо не спорит Луборич Из первой зоны Ну наверное Лихошерстов там задел Кончиками пальцев Мяч Остается Константин Абаев На подаче И опять проблемы Приема категорически У Динамо нет Кто бы там на подачу Не вышел Какие-то проблемы Плюс шесть уже А ведь сыграно Ну я не скажу Не половина конечно Хотя да Половина Еще столько же очков Надо набрать Плюс одно Новосибирскую И вторую партию Он тоже приберет К рукам С четвертого метра Вынужден пасовать На тройном блоке Атакует Соколов Доигровка Очередная Пайп На чистой сетке Абсолютно Что творится Друзья мои Что происходит Ну не на чистой конечно Лихошерстов Оставшись в одиночестве Сбрасывал руки В одну сторону А Получил удар Соответственно В другую Плюс семь Две серии Мощнейший Абаев А до этого Еще одна была И даже У Соколова Начинает Не получаться Ну понятно Что ты Весь матч Видишь Перед собой Забор Из Трех пар Рук Ну в данном случае Две правда Было пары На лице Все написано У Цвета Согласитесь Там даже Не надо Это интерпретировать Все понятно Площадки Не имеют значения И сейчас Поэтому давайте Мы с каждым Элементом Блин Хоть Ух На этом Площадке Всего один матч Говорит Константин Брянский Завтра Ничего уже Не будет Иметь значения Действительно Это так Динамо Очень рассчитывала На Этот трофей И действительно Предпосылки К тому были Но смотрите Что творится 10 очков Такими С редкими Перебивками Чуть не подряд Ну как же Так можно Бывает И такое Не стал рисковать Константин Соколов Но на него Это может Рассчитывать Команда И тренер Тоже И болельщики Понятно Что И у него Не всегда Получается Сейчас Линию Прошел Вот так Это и бывает И тут же Блок удачный Подлесных В рамке Торжественной Да Именно он Остановил Ивовича Который Казался Сегодня Вообще Невозможно Удержать Но вот Бывает И такое Семышев И снова Блок Смягчает Удар Марка Ивовича Надо Попадать В такой Ситуации Ну Понятно Что Если Команда Едет Фактически Давайте Давайте Смотреть На ту сторону. Главное быстро. И уже сложнее тем, кто защищается. Динамо сейчас главная задача, наверное, все-таки, может быть, даже не спасти партию, но почувствовать снова себя. Снова ощутить себя командой, что важно. Неплохо, но с приемом тоже все нормально. Илья Скворкаев. В центре сетки. Быстрая короткая передача. И очень красиво все сделано. 5 баллов. А сейчас еще будет от Ильяса. Дальше промолчу. Узнаем, что будет. Сетку мяч задел. Один из редких мячей, который довелось забить Илье Власову. Да и то, кстати говоря, не добил-то. Луборич успел руки подставить. Блок-аут. Ну, понятно, что стоит это ровно столько же одно очко, как и такой мощный гвоздь. Но хотелось бы все-таки психологически себя иначе почувствовать. Не летит подача у Соколова. Не летит подача у Соколова. Просто отдает мяч Динамо своим соперникам. Плюс девять. И цельного впечатления от игры московского клуба пока что нет. Даже у второй партии. Даже сейчас, когда более или менее все-таки начала команда вровень с соперниками идти. По счету хотя бы, да? Вот сейчас передача. Ну, на сторону соперника. Пожалуйста, атакуй. Панков ошибается. Очевидно было, что он станет сбрасывать. Обманный удар. И там Лызик, который просто фортуну за хвост поймал в этом матче. Все у него получается. Заблокировал эту попытку. В концовку мы с вами вступаем. Вернее, вступают в команды. Мы продолжаем следить за тем, как они это делают. Ярослав Подлесных на подаче. А у кого же в Динамо она сейчас летит? Ну, Панков был. Была серия. В первом сете. Здесь все четко, с приемом. Миллион вариантов для атаки. Панков не успевает. Наткнулся на партнера. Ивович. Опять 2-3 адресата у Марка. Ну, вернее, не у Марка, а у Абаева. Выбирает он Ивовича. И в своем выборе не ошибается. Сергей Савин. Семашев блок-аут. В какой-то веке выходил вместо него дыру. Тоже, видимо, тренеров не впечатлил. И Семашев сейчас на площадке. Связующего решил сменить. Ну, вернее, там двойная замена, суть всему. По крайней мере, Чеслов с Винтыцкис выходит. На футболке, короче, феномен этого связующего в том, что рост у него 2-0-7. Я, честно говоря, не припомню с таким ростом игроков этого амплуа. Ну, наверное, есть в мировом волейболе. Но вот из таких более-менее знаменитых. Но Чес, как он сам себя характеризует надписью на майке, зарабатывает сразу сходу с подачи очко. Ну, может, и задержится. Только не поздно ли с преобразованиями выступил Константин Брянский. Впрочем, ну, конечно, тут ему совета давать, наверное, и не стоит. Все-таки профессиональный опыт. И на его стороне, конечно. А потом нельзя всю команду поменять, сказать, дайте мне другую. И вот этого парня оставьте, который ошибается довольно редко. А остальных на каких-нибудь других волейболистов замените. Такой опции нет. Хотя у «Динамо» хороший по глубине очень состав. И прекрасная скамейка, в чем вы могли убедиться. То есть есть тот же Семышев, есть и Деру. Если один заболел или вдруг что-то у него не пошло, можно другого выпустить. А там же еще, кстати говоря, и Шкулявич присутствует. Игрок сборной все-таки. Мы добились своей цели новосибирцы. Луборич блок-аут сыграл четкий и понятный. Тройной блок обыграл. Удивительно просто. Все летит, все попадает. Там у «Динамо» обратная замена, судя по всему. Пока я правую от нас с вами сторону площадки не видел. Но, наверное, так. Да, Панков вернулся. Видите, вот он сейчас отдает передачу. И опять прикрыли. По-моему, подлезных в очередной раз. А, нет, Семышев. 23-13, плюс 10. Ласов некие беседы ведет с тренером Динамским. Ну, в первой партии, по крайней мере, был какой-то шанс еще зацепиться. И пошло у «Динамо» как раз вот когда у «Локомотива» было 21-22 очка. И какая-то надежда возникла. А сейчас, о чем мы можем говорить, Панков будет подавать. Хорош. Луборич, удар по линии очередной. Мощнейший, даже несмотря на то, что... Евгений Баранов там находился и руки успел подставить. Но все равно от рук мяч улетел далеко за пределы площадки. Ну, вот они и сетболы. Мяч в ауте. У Семышева все равно не получается. 25-14. Челлендж будет, но имеет ли смысл? Переводил-то неплохо. Давайте смотреть. Ну, аут-то был определенный. Руки Куркаева. Тоже не принимали участия в эпизоде, о чем Ильяс всем и сигнализирует. Нет, ну аут-то определенно просто. Там сантиметров, наверное, 10. Ну, посмотрим, посмотрим. Опять-таки, вот от такой, уж извините за выражение, безнадеги уже идет просмотр. Давайте хоть тут попытаемся зацепиться, продлить эту партию, по меньшей мере, на один розыгрыш. Казалось бы, челлендж по аут, он должен достаточно быстро закончиться. Ну, вот рассматривает, продолжает рассматривать стоп-кадр, ищет тот самый, который даст возможность понять, коснулся ли какой-то своей частью мяча. Он ведь там расплющивается как раз при попадании в площадку. И вот как раз Семашеву какие-то указания дает динамовский тренер. Ну, 23 года всего парню, конечно, очень молод, хорошие физические данные с этого года в команде, мастер спорта. Всякое бывает. Опыт тоже приходит с поражениями, даже, наверное, в большей степени, чем с победами. Там-то все забывается. Иногда кажется, что вот теперь-то так будет и всегда. Ну, признаться, шансов не было никаких. Второй сет остается за локомотивом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА